Девчонки 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 О чем это говорит? То, что зависимость от персонального компьютера является все-таки, скажем так, патологией, потому что мы видим, что зачастую сетевая активность у человека превалирует на нормальной социальной жизни, то есть возрастает время, которое проводит ребенок за компьютером. В худших случаях это достигает до 6-8 часов в сутки. Это характеризуется зависимостью, то есть непреодолимым влечением к взаимодействию с персональным компьютером, смартфоном или планшетом, который заменяет другую социальную активность. В конце концов, вот это вот долгое сидение за интернетом зачастую замещает, опять же, биологические инстинкты человека, что он даже может в это время и не есть, а что-то там перехватывать. И в результате у него возникают банальные остеоневротические состояния, которые потом уже могут переходить или в какие-то невротические реакции, в личностные реакции и могут привести даже к обострению прямоорбитных качеств, которые потом могут привести уже, извините, тавтологию, к психическим расстройствам. Когда ты проводишь много времени за компом, это начинает раздражать, но порой ты не можешь остановиться из-за того, что тебе важно быть первым. Многие игры заточены именно на этом. Там присутствует соревновательный момент. Это хуже всего, потому что на это уходит очень много времени, своих сил и нервов, потому что когда ты начинаешь проигрывать, ты начинаешь винить всех вокруг себя, винить своих тиммейтов, союзники по команде и так далее. Когда родители начинаешь не контролировать свою агрессию, но мне кажется, что каждый человек относится к этому по-разному. Вообще к играм стоит относиться более спокойнее. Ты понимаешь это только с возрастом, когда ты ребенок, тебе очень сложно контролировать свои эмоции. Как и все родители, я также задаюсь вопросом, где же эта тонкая грань между положительным и негативным воздействием. Все мы понимаем, что в современной школе и уроков ты не сделаешь без помощи интернета. Так или иначе, наша жизнь привязана к компьютеру. Так как человек это существо социальное и общественное, то в первую очередь родители должны насторожиться, когда у ребенка сужается круг социальных контактов. То есть бывшие друзья перестают быть друзьями. У него формируется круг общения именно в интернете. Он проводит очень много времени за различными устройствами. Когда он одновременно работает с двумя-тремя устройствами, плюс когда он много времени проводит на игровых приставках, ну и плюс время, проведенное в сети. То есть когда это длится больше, чем необходимо для выполнения тех же самых заданий и простых переговоров с верстниками. То есть когда жизнь в интернете начинает замещать реальную жизнь. Второе, когда родители должны насторожиться, то что когда они ограничивают его время общения в интернете, у ребенка возникают различные неадекватные реакции. Или это депрессивные состояния, или это какие-то нарушения настроения, личностные расстройства. Однако есть и другая сторона этой медали. Например, те же игры, как уверяют в свою очередь подростки, наоборот, нередко помогают справиться с депрессией и даже местами повысить свою самооценку. Когда тебе сложно справиться с каким-то стрессом, с какой-то тяжелой жизненной ситуацией, игры, безусловно, помогают. Лучше уйти в игры, чем быть подверженным каким-то пагубным привычкам, проводить время в сомнительных компаниях. Потому что когда ты находишься дома и играешь, то с тобой вряд ли может произойти что-то неприятное, кроме твоих потраченных нервов. И все. Многие ребята, такие, например, как Дэнди, известный в миру как Данил Ишутин, ушел в игры, потому что его отец умер от рака, к сожалению. Его мама дарила ему компьютер, чтобы он мог справиться со своим горем и не отвлекаться на горе в семье, проводить время в играх. Благодаря этому Данил в свои 18 лет стал чемпионом мира. Это такой пример, который говорит о том, что не все игры несут зло, а единственное, что необходимо играть, но не заигрываться. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Спорам и исследованиям, посвященным зависимости от компьютерных игр, примерно столько же лет, сколько и самим компьютерным играм. Заболевание это или нет, пусть доказывают ученые и психотерапевты. От нас же требуется лишь больше проводить времени со своими детьми, гулять, ходить в кино, искать общие интересы. Причем в реальной жизни.